Садики, школы и жилые дома без горячей воды и отопления в юго-западном районе меняют теплосети. Об этом и не только в ближайшие минуты. Меня зовут Дмитрий Ижитарчук. Вы смотрите «Давича». Здравствуйте. Дмитрий Ижитарчук. В юго-западном районе в данный момент остаются без горячей воды и отопления, как сообщают местные жители. Батареи остыли и в 48-м садике, а также в 21-м лицее. В Кировской теплоснабжающей компании пояснили, на трех участках теплосети в районе улиц Менделеева и Московской идут ремонтные работы. Всего необходимо заменить более 100 метров трубопроводов. В КТК отмечают, что это не крупная авария. Теплосеть в том районе достаточно изношена и местами там случаются утечки. После очередной решено поменять трубы, чтобы избежать серьезного ЧП в более морозную погоду. А завтра уже обещают минусовые сильные серьезные морозные температуры. И точно в такую погоду мы проводить эти работы не сможем. Именно поэтому сегодня сразу три дефекта. Но еще раз повторюсь, это всего лишь до 10 часов вечера. Время продажи алкоголя может измениться. Депутаты Заксобрания области предложили разрешить розничную продажу алкоголя с 8 утра. Сейчас крепкие напитки можно купить с 10 утра до 11 вечера. Свою инициативу народные избранники объясняют в первую очередь финансовыми убытками. Меньше пить люди не стали. Они якобы начали покупать алкоголь, что называется, с рук или в нелегальных точках. За счет этого бюджет области теряет сотни миллионов рублей в год. Если добавить ко времени торговли алкоголем еще 2 часа, утром казна региона пополнится на 100 миллионов рублей в год. Предложение депутатов не нашло поддержки со стороны общественников. Особенно тех, кто выступает за трезвость. Впрочем, на это у депутатов тоже есть ответ. Когда начинается весенне-летний период, были обращения граждан, что люди поехали на дачу, в огород проводить какие-то мероприятия. Для того, чтобы суббота, воскресенье, утром заезжают в крупный супермаркет, покупают продукты. Но получается так, что приходится еще 2 часа дожидать, будем так говорить, что по времени это, конечно, неудобно. Исторические развалины в Кирове снесут. Власти добрались до Квату. Этой весной на территории бывшего летного училища уберут 9 аварийных зданий за счет средств областного бюджета. Напомню, на месте Московской Ердякова хотят возвести лицейский кластер. По планам туда переедут экономико-правовой лицей, Вятская гуманитарная гимназия и другие учреждения образования. Об этом еще в ноябре говорил председатель правительства Александр Чурин. Для этого провели геологические и геодезические исследования. Через аукцион нашли подрядчика. Он должен снести 9 объектов до конца мая. А до сентября обследуют еще 15 зданий и подготовят документы для дальнейшего сноса. В выходные, судя по прогнозам синоптиков, будут снежными. Подрядчики уже готовятся к усиленной уборке снега. В администрации опубликовали график очистки дорог на ближайшие три дня. А также напоминают горожанам об эвакуаторах. Убирать снег подрядчики будут преимущественно в ночное время с 20 часов. Предварительно на участке, где планируется вывоз снега, установят аншлаги и временные знаки, запрещающие остановку машин. Кстати, список таких улиц на ваших экранах. Власти напоминают, авто, которые создают препятствия для спецтехники, будут перемещены с помощью эвакуаторов. Домашних животных будут считать каждую кошку и собаку. Это не шутки. Такое постановление подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Согласно документу, животных после покупки необходимо регистрировать. Данные питомца специалисты будут вносить в специальную базу. И самое интересное касается тех, кто живет в коммуналке. Захотели кошку, тогда для начала получите письменное соглашение от всех жильцов квартиры. Задумались о покупке сразу нескольких питомцев, тогда не торопитесь. Власти ввели квоту на животных в квартирах. Она высчитывается по специальной формуле. Но суть такая. Чем больше у вас квадратных метров и меньше прописано людей, тем больше шансов завести несколько собак и кошек. На жителей частных домов подобные квоты не распространяются. Вступает в силу документ с 14 февраля. Необходимо, конечно же, проводить регистрацию в государственных ветеринарных учреждениях. Необходимо ветеринарной службе знать и четко понимать, какое количество животных у нас зарегистрировано на территории Кировской области. Для того, чтобы проводить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения бешенства. Ведь вакцинация против бешенства у нас бесплатная за счет средств федерального бюджета. И нам для того, чтобы подать четко заявку, какое количество вакцина нам необходимо поставить, нам нужно знать количество животных. В Чебоксарах сбежала цистерна с газом. Она отцепилась от состава и пронеслась по железнодорожному переезду. Инцидент запечатлели камеры видеорегистраторов. ЧП произошло на пересечении железнодорожных путей и дороги на Гремячевском проезде в Чебоксарах. На кадрах видно, как отцепившийся вагон на высокой скорости несется по переезду. Своим ходом грузовая цистерна проехала около двух километров и врезалась в локомотив. От удара тепловоз протащила вперед, однако машинисту удалось остановить вагон. К счастью, все автомобилисты успели ретироваться с переезда и переждать восстание машин на безопасном расстоянии. Туристические проекты «Вятки» одни из лучших в стране. Это подтверждают итоги всероссийского конкурса «Маршрут года». Финал престижной премии прошел в Саранске. На участие отправили более 200 проектов со всей страны, в том числе из Кировской области. Так вот, экспертов заинтересовали тематические буклеты на русском и английском языках с экскурсиями по «Вятке». Итог. Второе место в номинации «Лучший туристический путеводитель». Третье место у «Южного кольца Вятки». Это интересный и бюджетный маршрут для пожилых людей. Его создали полгода назад по просьбе старшего поколения. Цель – познакомить кировчан с глубинкой Вятского края. Ее участие дает, скажем так, признание и некий знак качества. По премию этот маршрут является одним из лучших в стране. Ну и, соответственно, это, конечно же, информационная поддержка, которая оказывается партнерами премии со всех сторон. Поэтому тут такая большая имиджевая история. На этом пока все. Оперативнее следить за новостями города и области теперь можно в нашем телеграм-канале и в ТикТок. Новости Киров, Девятка ТВ. А у меня на этом все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok